Чтобы получать хорошую пенсию, нужно много трудиться. И некоторые жители региона начинают делать это буквально со школьной скамьи. Летом 2018-го работать будут не меньше подростков, чем в прошлом году. Вырастут ли у них зарплаты, выясняла Алена Полоненко. Сакура под пристальным вниманием не только опыляющих ее насекомых, но и школьников. Их задача не дать разрастись сорнякам. На станции юных натуралистов в Иркутске сейчас работает шесть подростков. Восьмиклассница Варя с утра учится, а после обеда приходит сюда на два часа. Близко к дому это тоже вариант. И работа очень интересная. Полоть, поливать, пикировать что-то, садить. Заинтересовался такой работой почти весь класс Варя. Ребята намерены трудиться здесь, в том числе и летом. Хотя количество мест ограничено. Ведь дети на станции получают не только навыки обращения с растениями, но и деньги. По линии центра занятости школьников сюда отправляют больше десяти лет. Кирилл в этом году пришел впервые, но так увлекся, что трудится уже второй месяц. В месяц получается 5300. И я откладываю, потом что-нибудь куплю себе, как 18 исполнится. С 1 мая минимальный размер оплаты труда в стране увеличился, соответственно, и получать подростки будут больше. Многие летом трудятся при школах. В этом году, по данным Департамента образования Иркутска, набирать будут не меньше ребят, чем в 2017. Что свидетельствует об одном. Желающих заработать на каникулах предостаточно. И не только в областном центре. Всего в этом году на организацию летней работы школьников населенные пункты региона предусмотрели более 26 миллионов рублей. Однако подготовились далеко не все. Например, в Братске на эти цели вообще не выделили средств. Таковы данные Министерства труда и занятости области. А кое-где средства выделили, но мало. Сейчас будут работать над тем, чтобы все-таки изыскать деньги и дать возможность школьникам провести лето с пользой и выгодой. Воспользоваться таким шансом должны около 8 тысяч ребят в возрасте от 14 до 18 лет. Алена Полоненко, Виктор Черкашин. Новости по будням.